Именно после этого заявления Рафиса Бурганова, написанного, кстати, с таким красивым ровным почерком о просьбе прекратить его депутатские полномочия, сегодня в Госсовете произошел целый ряд нормативных процедур и кадровых изменений. Рустам Мениханов предложил, Алексей Писошин представил на согласовании кандидатуру Рафиса Бурганова в качестве вице-премьера и министра образования и науки Татарстана. Рафис Тимирханович человек принципиальный, способный оперативно и взвешенно принимать эффективные решения. Депутаты единогласно поддержали это предложение. Пока вы наш депутат. До выхода в свет указа президента республики. Я думаю, что мы сегодня опубликуем это документ. Хочу поблагодарить депутатский корпус за очень дружную, слаженную, совместную работу и надеюсь на такую же работу в дальнейшем. Также депутаты решили, что вместо Рафиса Бурганова комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству возглавит Марат Галеев, ранее заместитель председателя комитета и еще ранее его председатель. Для вас это не новая работа. Благодаря же увеличению доходов от работы нефтяной промышленности бюджет Татарстана получил дополнительные 6 миллиардов рублей. Так казна 2017 года стала бездефицитной. Последний раз такие параметры были утверждены депутатами в 2005 году. Также парламентарии в русле федеральных изменений увеличили в два раза налоговые ставки для игорного бизнеса, конкретно букмекерских контор и тотализаторов. Еще по одной российской новации с организацией вновь будет взиматься налог на движимое имущество в 1,1%. Движимое имущество. Он купил себе Мерседес. Это тоже движимое имущество. Поэтому не бесспорно. Хотя я за то, чтобы шло обновление. Вот эту формулировку, ее надо поддержать. А те проекты, которые у нас будут реализовываться, мы найдем форму, как их поддержать. Эта сессия парламента стала завершающей в этом году. Уходя на новогодние каникулы депутаты, исполнили желание воспитанников Центра Дуслык. К благотворительной акции присоединился и Рустам Мениханов. Дмитрий Ариин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова